Название кассины – это «Победа». Это «Победа» придет, когда Кашинин говорит «Победа». Военачальник, глава государства, дядюшка Хо. Более 60 плакатов, созданных вьетнамскими художниками с 1969 по 2011 годы, показывают разные ипостаси одного человека, выдающегося деятеля своей эпохи. И хотя все полотна объединены агитационным посылом, каждая уникально исполнена символизма и отражает авторский взгляд на легендарную личность. В стенах квартиры семьи Ульяновых экспозиция разместилась благодаря сотрудничеству Ленинского мемориала и музея Хошимина в Ханое. Более ста лет назад «Золотая звезда» вспыхнула на алом полотнище, ознаменовав начало новой эпохи – эпохи свободы человека труда. Ее свет озарил тогда многих. И даже сегодня, в бушующем 21 веке, два великих вождя, по-простому, дедушка Ленин и дядя Хо, продолжают вести свои народы навстречу друг другу. Это последний проект, который мы делаем в рамках подписанного ранее соглашения. Мы представляли проект, посвященный Ленину во Вьетнаме, и это ответный проект в Ульяновске. Завершающий проект – не последняя страница в книге «Дружба народов». Культурно-исторический мост упрочит новое соглашение. До 2026 года продолжится обмен выставочными проектами и совместная научная работа. Соглашение о сотрудничестве подписано. Поздравляем, коллеги! Да, коллеги, классно! Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Культурные связи открывают туристические ворота. Провинции Ингиан, родине Хошемина и нашему региону, родине вождя мирового пролетариата, есть что показать своим гостям. В составе делегации Ульяновской области я присутствовала в провинции Ингиан на открытии памятника Владимиру Ильичу Ульянову Ленину 16 апреля. И почувствовала сама, с какой любовью относятся к Российской Федерации во Вьетнаме. Поэтому я думаю, что туризм – это очень такое перспективное направление, и красный маршрут мог бы стать интересным проектом не только с Китаем. Визит вашего президента Владимира Путина во Вьетнам поможет укрепить сотрудничество наших стран. Я очень рад, что ваша страна активно развивается, в частности экономически. А такие проекты, как эта выставка и соглашение между музеем Хошемина и Ленинским мемориалом помогут усилить взаимопонимание наших народов. Взаимопонимание народов России и Вьетнама – исторически сложившаяся данность. Для отдельно взятого нашего региона это тоже не новшество. Не секрет, что граждане Вьетнама трудились на Ульяновском автозаводе. Многие живут в Ульяновске по сей день. Что же касается международной экономической политики, то ее выстраиванию способствует торгово-промышленная кооперация партнерских компаний. В 2020 году товарооборот между Ульяновской областью и Вьетнамом увеличился почти в три раза. Хотя в цифрах он еще небольшой, относительно небольшой в цифрах, но есть, я считаю, есть огромнейший потенциал. Потенциал есть и в других направлениях. Перспективный спорт, социальная сфера. История сотрудничества, начавшаяся десятилетия назад, продолжается. Вера Мещерякова, Максим Архипов, репортер 73.